Прошлое видео, где я ретуширую одну и ту же фотографию за разное время, за 5 минут и за 1 час, вам очень понравилось. И, конечно же, вас очень заинтересовал метод быстрой обработки портрета. Поэтому это видео будет полностью посвящено разбору этой техники. Поехали! Итак, демонстрировать эту технику я буду на том же портрете, что и в прошлом видео. Только я буду использовать его полную версию, поскольку в прошлом ролике я кропнула фото под более классический бьютик. Эта фотография хороша тем, что она большого разрешения, на ней есть очень явные крупные по размеру проблемы, лежащие к тому же на довольно сложном светотеневом участке. Помимо того, что область под скулой и в районе щеки сама по себе сложна с точки зрения анатомии, и при обработке там легко допустить ошибку, здесь под скулой есть еще и отчетливый блик, который добавляет сложности. В общем, идеальная картинка для демонстрации того, что эта техника позволяет по максимуму сохранить все эти анатомические и светотеневые нюансы. Эта техника базируется на классическом разложении на 2 частоты. Вы можете использовать любой вариант разложения на частоты, через Hi-Pass или через Apply Image. В этом видео я буду показывать вариант через Hi-Pass. Нюанс разложения на частоты для этой техники заключается в том, что нужно подобрать такой радиус, чтобы на нижних частотах остались только те пятна, от которых вы хотите избавиться. Сразу замечу, что я рекомендую этим методом избавляться именно от довольно крупных пятен, а мелкие все-таки убираются ручными техниками для большей натуральности. Также хочу обратить ваше внимание на то, что разрешение этой фотографии достаточно большое, почти 9000 пикселей на 6000. И поскольку радиусы размытия для частотного разложения напрямую зависят от разрешения изображения, то, скорее всего, вам понадобятся меньшие радиусы, чем я буду показывать сейчас. Основные моменты обозначила, и давайте переходить к разложению. Делаю две копии слоя. Для этого пользуюсь горячими клавишами Ctrl-J или Command-J на маке. Чтобы не запутаться, сразу переименовываю эти слои. Верхний слой High для верхних частот и нижний Low для нижних частот. Выключаю видимость верхних и к слою Low применяю фильтр Blur-Gauss Blur. Выбираю здесь такой радиус, чтобы пятна на щеке были отчетливо видны. 60 это очень много. А с радиусом 30 начинают появляться более мелкие пятна, от которых я не хочу избавляться таким способом. И думаю, что радиус 40 будет самым оптимальным вариантом. Запоминаем этот радиус. Применяю фильтр и пока откладываю этот слой. Включаю видимость слоя High и перехожу на него. Нам нужно снизить контраст для этого слоя в два раза, чтобы изображение сложилось по частотам корректно. Я делаю это именно сейчас для того, чтобы при последующих операциях у нас не возникло брака в бликах. Более подробно об этих технических нюансах мы поговорим в одном из следующих видео о частотном разложении. Для понижения контраста я вызываю корректирующий слой с кривыми и с прижатым альтом щелкаю между слоями и подцепляю этот слой к слою High, чтобы воздействие шло только на него. Выставляю у черной точки кривой координаты 0,64, а у белой 255,192. Контраст понижен, и мы можем применить фильтр Other High Pass с теми же настройками, что мы выставляли для низких частот, то есть снова ставим 40. Осталось поменять режим наложения на Linear Light, и изображение разложено. Соберу эти два слоя в группу при помощи горячих клавиш Ctrl-J или Command-J, включаю и выключаю видимость слоя. Как видите, никакой разницы нет с оригинальным изображением, значит разложение выполнено корректно. Теперь нужно подготовить слои в частотном разложении для удобной работы. Я всегда рекомендую оставлять основные слои в разложении нетронутыми, чтобы можно было себя подстраховать и, если что, вернуться к ним. Для этого я делаю копии слоев Low и High. Копию слоя High нужно через Alt прицепить к оригинальному слою с текстурой и поменять режим наложения на Normal, чтобы избежать повышения контраста, который произошел при наложении этих двух слоев. Переименую этот слой и добавлю инициалы RT, то есть Retouch, значит на этом слое мы будем делать основную ретушь текстуры. Выключу пока слой с верхними частотами и будем переходить к работе с нижними. Сразу переименую копию слоя Low, добавив инициалы SB, то есть Surface Blur, потому что именно этим фильтром необходимо воспользоваться, чтобы убрать пятна с кожи. Вызываю фильтр Blur, Surface Blur и смотрю, как размывается слой. Скорее всего придется всегда выбирать максимальное значение фильтра, поскольку нам нужно добиться как можно более гладкого результата. И в данном случае даже максимальных настроек недостаточно, пятна еще остались видны, поскольку и разрешение фотографии достаточно большое, и сами пятна очень крупные. При использовании этой техники на более мелких изображениях и с более мелкими проблемами, скорее всего максимальных значений радиуса и трешхолд будет достаточно. А может даже и придется уменьшить в каких-то случаях. В общем нажимаем ОК и ждем. Фильтр Surface Blur достаточно ресурс затратен, и на максимальных параметрах может работать ощутимо долго. Опять же, это будет зависеть от разрешения изображения и от мощности вашего компьютера. Поскольку пятна все еще видны, я решаю применить фильтр на максимальных настройках еще раз. Беру инструмент LASSO Tool и выделяю область с пятнами, и чтобы не вызывать окно фильтра еще раз, воспользуюсь функцией, которая позволяет использовать последний фильтр с теми же настройками. В меню фильтр это самая верхняя строчка. Или же можно воспользоваться горячими клавишами Ctrl F или Command F. Меня все еще не устраивает вид пятен, поэтому повторяю операцию несколько раз локально. Но повторюсь, это особенность этой фотографии, в остальных случаях этого делать скорее всего не придется. И будет достаточно один раз применить фильтр Surface Blur на максимальных настройках. Но вот неплохой результат. Пятна исчезли, остался только светотеневой рисунок без изъянов. Именно такого эффекта и нужно добиться. Теперь, поскольку мы будем работать со светлыми и темными пятнами по отдельности, нужно сделать копию слоя Low SB и начинаем менять режимы наложения. У одного слоя ставим режим наложения Darker Color и сразу видим, как все светлые пятна пропали со щеки. Так происходит, потому что этот режим наложения воздействует только на светлые области, не затрагивая темные. Закрываем этот слой маской. Для этого с зажатым Alt щелкаем по иконке создания маски. Соответственно, второму слою ставим режим наложения Lighter Color, который работает противоположно. Убираю темные пятна и также закрываем его маской. Переименовываю слои, чтобы не запутаться, и добавляю в конце инициалы режимов наложения. Теперь можно избавляться от пятен. Выбираю кисть со стандартными настройками и по маске протираю те участки, где мне хочется убрать пятна. Можно работать кистью со 100% непрозрачностью, или же для более аккуратной и натуральной работы вы можете снижать этот параметр по своему усмотрению. Я рекомендую работать локально, аккуратно прорисовывая каждое пятнышко, чтобы как можно меньше вмешиваться в светотень. Для удобства уберу эти два слоя в отдельную группу и назову ее SB, то есть Surface Blur. Можем посмотреть до-после. Пятна ушли, но участок щеки выглядит вполне натурально. Поскольку основные проблемы решены, теперь вы можете работать по своему усмотрению. Доработать пятна на этих слоях, отредактировать текстуру, сделать Dodge Burn. Все это будет зависеть только от вашего исходника и ваших потребностей. Вы можете применять этот метод только на одном самом проблемном участке, или же проработать все лицо, если вам не столь важна натуральность. Хотя этот метод позволяет работать максимально натурально, насколько это вообще возможно при таких вот ущищрениях. Все-таки любое подобное ускорение обработки будет влиять на качество ретуши, и стоит об этом всегда помнить. Закончу обработку, доработаю текстуру и покажу вам еще один небольшой лайфхак с текстурой. На слое High RT штампом убираю основные текстурные проблемы. Перед началом обязательно проверьте настройки штампа. Opacity 100% и главный режим работы Current Layer. Это один из главных плюсов частотки, что на верхних частотах можно работать достаточно небрежно и применять хитрости, к примеру, для быстрого убирания подобного мусора. Выделю с помощью Lassa Tool этот участок и применю к нему фильтр Dust & Scratch. И мы видим, как пылинки уходят. Главное здесь подобрать такой радиус, чтобы и мусор исчез, и текстура кожи не начала нарушаться. К примеру, на этом участке пылинки очень контрастные, и удается легко подобрать такие параметры, чтобы эти пылинки исчезли, а текстура осталась неизменной. Но на этом участке более сложная текстура и проблемы на ней, и применить удачно этот фильтр вряд ли получится. Как видите, при приближении видны как будто такие выгрызенные посередине дырочки, и смотрится это очень косячно. Хотя, если вы не планируете, к примеру, печатать фотографию метр на метр, а хотите просто выложить ее в инстаграм, то можно оставить и так. Вряд ли это кто-то заметит. Но я все-таки не буду применять этот фильтр здесь, и дочищу этот участок вручную. Таким же образом можно убирать или ослаблять волоски, поры и прочие дефекты подобного плана. У меня было видео на эту тему, и вы можете найти ссылку на него в описании под видео. В общем, вот такая техника быстрой ретуши. Вы можете использовать ее по своему усмотрению. К примеру, полностью применять на фотографиях для быстрой ретуши. Или же вы можете помочь себе на сложных областях локально, а все остальное делать обычными методами ретуши. Или, к примеру, вы можете использовать этот метод как первый этап, чтобы подготовить некую подложку для последующей более тщательной ретуши. Вариантов много, и я надеюсь, каждый сможет каким-то образом взять этот метод себе на вооружение и найти ему место в своей ретушерской рутине. Если вы хотите потренироваться в этой технике, то в описании вы найдете ссылку на исходник и небольшой подарок. Экшен, который создаст автоматически всю структуру слоев. Вам нужно будет только подобрать подходящие радиусы и поработать по маскам. Делитесь этим видео со своими друзьями. Думаю, много кому оно может пригодиться. Ставьте лайки и не забудьте поставить колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео самыми первыми. Ну и обязательно увидимся в следующем видео. Пока-пока!